Привет! Э, Трибуар! На детектива Войда вышел новый ролик, называется SCP-1155 и хищный стрит-арт. Чего? Граффити начало убивать людей и кушать, что ли? Короче, давайте посмотрим, думаю, будет что-то интересное, как обычно. Погнали. О, сейчас он добавил свою заставнику. Может, в предыдущем ролике её почему-то не было, очень странно. Забыл, походу, да? Детектив Войд. Вы, как обычно, отправились на вечерний выгулс. Такой мопсик. Вы пришли поздно с работы и не хотите мешать соседям громким лаем, поэтому место для прогулки вы выбрали возле пустой автостоянки, прилегающей к заброшенному торговому центру. Охрана обычно не позволяет никому здесь гулять, но на часах уже за полночь, и они, видимо, не ожидают кого-то увидеть здесь в такое время. Однако вашей собаке это место явно не нравится. Она начала лаять ещё больше, чем лаяла бы возле дома. Она беспокоится, скулит и, наконец, срывается с молотка. Вы пытаетесь догнать питомца, но он быстро теряется из виду. Вы отправляетесь за мусорные баки в надежде отыскать там своего пса, но вместо него обнаруживаете очень странное граффити на стене. Это мускулистая су... Это больше похоже на какую-то сову. Да, я был прав, оказывается. Оно покрыто перьями, а его пальцы заканчиваются длинными когтями. Увидев это изображение... Не на когти похоже, а просто как будто пальцы утончаются. Вы тут же забыли о том, что вам нужно найти свою собаку. Изображение настолько увлекло вас, что начало казаться, будто оно само наблюдает за вами. Вы испытываете непреодолимое желание рассмотреть резунок поближе и делаете несколько шагов в сторону стены. По мере приближения вам начинает казаться, что нарисованное существо вот-вот сойдет со стены и нападет на вас. Но, несмотря на этот страх, вас тянет к рисунку все ближе и ближе. Когда между вами и граффити остается чуть больше двух метров, резкий свет фонаря бьет вам глаза. Вы поворачиваете голову и видите охранника, держащего на поводке вашего пса. О, слава богу, вы не сожрали, так? Он говорит вам забрать собаку и не... О, это же Сипи. Эдлина убирает... Ой, фой, Сипи, фонда Сипи. С участка. Охранник ведет себя странно. Он будто старается не смотреть на граффити и всегда стоит к нему только спиной. Это надо, значит, на него смотреть, чтобы он, типа, ожил. Вероятно, он только что спас вам жизнь. Вероятно. Вы отправляетесь домой, но мысли о рисунке не дают вам покоя. Где-то в глубине души вы чувствуете, что это может плохо закончиться. Но спустя какое-то время все равно отправляетесь обратно. Ой, дурак, ну капец, ну как можно быть таким любопытным-то? Чё, фильмов ужасов не смотрел, что ли? Без собаки. Вы тихо пробираетесь до стены заброшенного торгового центра. Заходите за мусорные баки и обнаруживаете, что рисунка больше нет. Славно, славно. Это что, его, что ли, сожрали? Пипец. Охранник спас себе жизнь, но сам был съеден. А как так-то, чё-то я не понял. Он же знает, как этот рисунок действует. Но и на которой было изображено граффити, в луже крови лежит человеческий глаз и фонарик охранника. В испуге вы убегаете и больше никогда не возвращаетесь к этому месту. Хорошо, что мозгом хватило больше никогда не возвращаться. Спавший вас охранник погиб. Он был агентом фонда SCP. А граффити на стене это аномальный объект SCP-1155, который является хищным стрит-артом. И его глаза действительно следили за вами. Как только вы попали в поле зрения объекта. Мускулистое создание с головой совы, изображённое на граффити, постоянно меняет своё местоположение и позу. Обычно это хищная поза, предполагающая готовность к нападению на человека. Только нападает оно при определённых условиях. Субъект, увидевший стрит-арт, испытывает сильное желание приблизиться к рисунку. Сильное желание и одновременно со страхом жесть. Подходит ближе, чем на 2 метра, а рядом нет никого, кто сможет откликнуть жертву и заставить отвести взгляд в существо атакует. О, ужас. Блин, это страшно было. С кем? А, с вами. Да там не только тяжёлые, там вообще человека как бы не осталось, только лужи крови и глаз. С помощью мощного клюва и острых когтей выкалывает жертвы глаза, отрывает язык и конечности, а также наносит глубокие рваные раны по всему телу. Монстр потрошит брюшную полость, удаляя желудок и кишечник. О, ужас. После этого он исчезает вместе с жертвой. Тело... Мерзко на самом деле, фу. Человека обычно не удаётся отыскать, если только нападение не было прервано. Аномальный рисунок снова появляется через 7 дней. Уже в другом... 7 дней... Как правило, оно расположено не менее чем в 15 метров от предыдущей локации. Максимальное расстояние перемещения составляло 800 километров. Нифига себе, блин. Далеко. Перемена мест совершается... И как его узнать, где он появится в следующий раз? Не только после нападения. Это может способствовать ограничению видимости площадки, на которой... Э, какого хрена? Я же здесь не смогу охотиться. Изображён объект. Если аномалию, например, заслонить билбордом или мусорным баком, это может затруднить зритель... Чё? Чё? Это такой... ...контакт существа и жертвы. Такие заграждения провоцируют аномальный стрит-арт перебираться на новое место. Повреждение поверхности, на которой изображён объект, приводит... Он же смотрит прямо на него, не? ...к аналогичному результату. Если же прервать нападение, тогда объект будет постоянно перемещаться вслед за упущенной жертвой до тех пор, пока не поймает её. Так, подождите, мужик же там убежал и до сих пор жив. Его же не ловили, чё за фигня. К таким выводам пришли в результате эксперимента, проведённого с двумя сотрудниками класса. А, потому что тогда он не успел напасть точно. Да, один из них подвергся нападению объекта, второй же его прервал. Оба выжили, однако не могли связано ничего рассказать. Они были напуганы. Один подопытный во время атаки потерял глаза, но, несмотря на это, он утверждал, что зрение осталось с ним. Сотрудник видел некую кладовую, в которой находились остатки предыдущих жертв. А, нифига себе, типа его глаза работают, только видят только кладовку. Вот это жесть. А также сам SCP-1155. Тем временем, хищный стрит-арт стал постоянно менять своё местоположение и стремился оказаться как можно ближе к выжившим сотрудникам класса D. И, вероятно, аномалия продолжает иметь некое меметическое влияние на выживших, поскольку сотрудник D-89-786, оставшийся без глаз, совершил ничем не мотивированный побег. Прикольно. Совершил побег в то время, когда у него глаз нет. Зашибись. Фант предоставил местный... К тому же, если он видит только одну кладовку, как вообще он мог убежать? Полиция информацию, согласно которой сбежавший является буйным психическим больным пациентом, самовольно покинувшим психиатрическую клинику. Ну, по его поведению заметно, что он буйный. Открываясь от полиции, беглец отправился в соседний город. Судя по полицейским отчётам, здесь его настиг SCP-1155. Полицейский видел, как человек завернул в переулок. Сотрудник полиции побежал за ним после того, как услышал крик. Но на том месте, где должен был быть сбежавший пациент, находился пустой тупик, откуда нельзя выйти. Полицейский не мог поверить, что человек способен так просто исчезнуть. А где кровь и всё остальное? Поэтому его пришлось обработать амнезиаком. Забрав свою жертву, SCP-1155 продал... Ему жарко просто было, они его водичкой побрызгали. ...должал хаотично менять своё местоположение. Это вынудило руководство отдать аномалии второго выжившего. Д-89789, который во время эксперимента лишился конечностей языка и глаз. Пока сотрудники везли нечастного за город, вдоль пути следования автомобиля на стенах и рекламных щитах постоянно появлялся хищный стрит-арт. Затем жертву разместили на окраине города перед рисунком и оставили там. Через некоторых... Жалко чувака. ...время существо забрало беднягу с собой. С тех пор позволяется предотвращать нападения, но ни в коем случае не прерывать их. Кстати, после этого инцидента SCP-1155 изменил свои привычки. Если раньше он предпочитал безлюдные заброшенные места, то теперь аномалия стала всё чаще появляться в выживлённых. Вот это жесть, конечно. Но я почему-то как понял, если прервали нападение и выжили люди, на которых он нападал, он начинает охотиться только за ними. А других людей не трогает. Но это я так понял из рассказа. Если это так, то наоборот, зачем они отдали этих выживших ему? Потому что в этом случае, типа, он других людей убивать не будет. Или я просто неправильно понял? Напишите, пожалуйста, в комментариях. ...поста населённых локациях. В таких случаях очень сложно ограждать людей от объекта, и количество жертв возрастает. Фонд провоцировал аномалию переселяться, но в итоге она перебралась в ещё более неподходящие места. Во время одного из переселений SCP-1155 появился в заброшенном метро. Руководителю группы МОК-П1, которая занимается ослеживанием передвижений аномального рисунка, показалось, что объект необходимо закрыть торговым автоматом. Это решение было обусловлено недостаточным количеством бойцов группы, которые могли бы... Ну, зачем они это сделали? Теперь он точно переместится в другое место. А так бы хотя бы там оставался постоянно, но мне это кажется. ...беспечить безопасность. Кроме того, место пользуется популярностью у бездомных... А, там есть бомжи, я понял. ...сцепи-1155. Но после того, как его заслонили, объект сразу же исчез и переселился на детскую площадку, расположенную неподалёку. На самом деле, лучше бы, мне кажется, он там остался. ...пока сотрудники искали аномалию, погибло 8 детей. Затем аномалия переселилась на пустую автостоянку возле заброшенного торгового центра. Чтобы избежать дальнейших переселений, фонд выкупил всю территорию и установил круглосуточное наблюдение. Сотрудники фонда маскируются под охранную фирму, которая препятствует любому проникновению гражданских лиц на территорию. И вот этот чувак с собачкой взял и всё обломал. В качестве объяснения используется легенда 47, согласно которой здание неустойчиво и может обрушиться в любой момент. Сотрудникам запрещено перекрывать граффити и повреждать поверхность с изображением, чтобы не провоцировать очередное переселение объекта. Наблюдение за SCP-1155 должно проводиться дистанционно, желательно через видеосъёмку. В случае внезапного перемещения необходимо оповещать группу МОК-1, которая должна заняться немедленным поиском нового места обитания хищника. Однако, благодаря предпринятым мерам SCP-1155 не покидает стоянку уже несколько лет. И это хорошо, но теперь, наверное, покинул, да? Особого интереса также заслуживает та самая кладовая, где находились глаза пострадавшего сотрудника класса D, всё еще способные видеть. Фонд неоднократно предпринимал попытки найти тайное убежище. Для этого на сотрудника класса D закрепляли видеокамеры и GPS-датчики, перед тем, как отправить подопытных на растерзание хищнику. А при чем здесь на голову? Надо было в глаза что-нибудь такое вставить, чтобы оно передавало потом сигнал. Сигналы, исходящие от этих устройств, моментально пропадали, как только объект исчезал вместе с жертвой. В отдельных случаях хищник просто срывал их с человека, прежде чем исчезнуть. Понял. Очевидно, что обычная техника здесь бессильна, поэтому фонд запросил помощи у инициативы Три Луны. Это аномальная организация, которая находится в загробном мире, более известна как Корбеник. Первый раз про такие слышу. Они ведут наблюдение Искорбеника за нашим миром посредством высокотехнологичных дронов, сделанных в виде человеческих детей. SCP-5298. И где они летают, блин? Один из таких дронов фонд с трудом выпросил у инициативы Три Луны для эксперимента с хищным стрит-артом. Итак, экземпляр SCP-5298 подошел вплотную к граффити. Учитывая отличные боевые возможности военного дрона, ему была дана задача не сопротивляться. Как обычно в течении... Так он же не человек, какого фига он на него напал? В последние шести секунд хищник растерзал ребенка дрона, оторвав все конечности и забрал его с собой. Поскольку глаза дрона являются по сути камерами видеонаблюдения, удалось увидеть, что жертва оказалась в окружении человеческих останков. В особенности было много глаз, языков и внутренностей. К сожалению, связь очень быстро оборвалась. Блин, хреново, что больше не отследили ты его сразу-то? Однако через некоторое время инициатива Трилуны сообщила, что уловила сигнал от данного дрона на территории Корбеника. После чего он пропал снова. Значит ли это, что хищный стрит-артом... Он что, переносит людей в ад? ...бирает людей непосредственно в загробный мир. И с какой целью объект собирает органы своих жертв в кладовой? Пишите свои версии в комментариях и не поленитесь поставить лайк. Ролик получился, как обычно, интересный. Но больше я сказать не могу, потому что я обсуждал, как вы видели на протяжении ролика. Но мне понравился этот SCP-объект. Интересно рассказал Войт. Были некоторые несостыковки. Точнее, не несостыковки, просто недосказанность. Я оригинальную статью не читал. Если вы читали, напишите, пожалуйста, в комментариях про некоторые моменты, которые я озвучил на протяжении ролика. Но видос классный, мне понравился, лайк я уже поставил. Но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Огромное спасибо моим спонсорам третьего уровня, а именно Виктору.